И после того, как мы это сделаем, мы немного переключим скорость. И пойдем туда, где мы сегодня утром уже были, и еще порадуемся. Кто сегодня был с утра на первом служении на Ирловас? Я вам больше скажу, Дух Святой постоянно меня врасплох захватывает. Поэтому Он мне наставил проповедовать часть этой проповеди и часть той проповеди. И я просто сказал, Бог, ну не знаю, как ты это сделаешь. Но ты, Бог, можешь делать как хочешь. Но Он хочет, чтобы мы получили смесь от обоих вещей. Поэтому, когда Он закончит нас сокрушать, мы будем радоваться. Как-то вы не в восторге от этого. Аллилуйя. Иеремия, 18 глава. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу, делая что-то на кружале. Заметьте, горшечник что-то делал. Положите свою руку на сердце. И скажи, я что-то. И четвертый стих, говорит, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Это вот что-то, что он сделал, было не совсем так, как надо. Поэтому ему пришлось сделать это снова. Кто-нибудь скажите, Бог, сделай меня заново. Сделай меня заново, Бог. И было ко мне слово Господне. О, дом Израилев. Не могу ли я поступить с вами, подобно горшечнику этому? Говорит Господь, вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Бог говорит, Разве я не могу делать с вами, что хочу? Как бы ты ответила на это? Не могу ли я делать с тобой то, что хочу? Знаете, мы говорим Богу, Бог, делай со мной все, что ты захочешь. Кто из вас это когда-то говорил? Бог, используй меня, делай со мной все, что хочешь. Но когда Бог начинает делать все, что он хочет, тогда мы начинаем кричать, о, нет, Боже, только не это. Кому-то я здесь говорю, да? Мы говорим, о, Боже, только не это. Вот этого Бог не делай. Бог говорит, ну, разве я не могу сделать с тобой все, что хочу? Ведь я же сотворила тебя, я тебя сформировала, разве я не могу делать с тобой? Разве я не могу с тобой делать все, что мне нужно? Бог готов сделать из тебя другой сосуд. И все, что нам нужно сделать, это сдаться его рукам. Потому что в наших глиняных сосудах есть сокровища. И он хочет вывести его наружу. Некоторые из недостатков в нашей жизни иногда мы думаем, что для Бога это что-то слишком большое, чтобы он мог справиться. Иногда есть такие проблемы, о которых мы думаем, Бог, вот это большой. Большая проблема. Бог, вот это крупная проблема, ну, не знаю, справишься ли ты с ней. Может быть, мы прошли развод. Или жили жизнью греха. Или у нас плохой характер вспыльчивый. Может быть, нам причинили боль, а может быть, над нами издевались сексуально, или приставали. Или, может быть, мы прошли через порнографию. Иногда в жизни уродливые вещи происходят. Уродливые. Но для Бога это не слишком трудно. Для Бога не слишком трудно. Чтобы наша корона могла быть отполирована. Бог хочет нас отполировать. И выставить на витрину. Знаете, Слово Божие говорит, нельзя наливать новое вино в старые мехи. Потому что если нальешь новое вино в старые мехи, он треснет и разорвется. И часто разрывает его как раз на глазах у всей общественности. Не очень хорошее место для разрыва, is it? Мы лопаемся на публике. See, the enemy, that's the way he works. Враг, он так работает. He'll set you up. Он подставляет тебя. And then all of a sudden, in front of everybody, И внезапно, вот как раз на глазах у всех, Ты вспыливаешь. In front of everybody, Ты говоришь что-то, что не должна была. Has anybody besides me ever done that? Yeah. And it's such a bad feeling. It's like, oh, I didn't want to say that, or I didn't want to do that. But it's out there for everybody to see. Ну, и теперь это на показ у всех. And so God wants us to be vessels of endurance. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были сосуды с выдержкой. Who can take the heat of the transformation process. Которые могут пережить этот жар процесса преобразования. He wants to transform us. Он хочет преобразовать нас. But in that process, he has to apply some heat to us. Но чтобы нас преобразовать, ему нужно применить к нам некоторый жар. Somebody say, feel the fire. Кто-нибудь скажет, чувствуй огонь. Чувствуй огонь. So there's some heat. То есть есть жар. And so we want the transformation process to begin. И мы хотим, чтобы начался процесс преобразования. There are many, many vessels in the potter's house. В доме горшечника очень-очень много сосудов. The potter's house was a place of action. But today I want to talk about the clean vessel. Дом горшечника был местом, где происходило многое. Но сегодня я хочу говорить о чистом сосуде. The potter's house was a place of transformation. Дом горшечника был местом преобразования. It was a place where a metamorphosis took place. Это то место, где происходило метаморфоза, преобразование. It was a place where something ordinary was transformed into something extraordinary. Это было то место, где что-то обычное преобразовывалось в что-то необычное. Это хорошая новость для нас сегодня. Бог может взять что-то совершенно обычное. Меня. Тебя. И он преобразует нас в что-то совершенно чрезвычайно необычное. И в процессе необходимо давление рук горшечника в нашей жизни. Чтобы мы могли стать полезным сосудом. И вот качество глины определяет, какой сосуд в результате получится. И вот есть кружало. И что делает горшечник? Он берет глину и кидает ее на кружало. Он кидает глину на кружало. Вы когда-нибудь чувствуете, что вас во что-то кинули? Как будто Бог тебя просто поднял и забросил. So the potter takes the clay and he throws it on the wheel горшечник берет глину и кидает ее на кружало. So that he can begin to work that clay. Чтобы он мог начинать работать над этой глиной. And so there was a constant circling motion of the wheel. И кружало оно постоянно вертится. And it allowed the potter the freedom to move his hands. И это дает горшечнику свободу движения рук. There was a lower wheel that the potter kicked with his foot to turn the wheel. You ever feel like God's just kicking you? There's a kick and another kick and another kick and another kick and another kick and all the time you're turning and turning and turning and turning sometimes God has to kick start us. Because we're too stubborn and we just want to stay in one place. So God has to come along and kick start us so that he can get us to move to where he wants us to be. And so we have to learn to submit to the hand of God as he's working in our lives. 1 Peter chapter 5 and verse 5 tells us this. It tells us to humble ourselves under the mighty hand of God so that he can work in us. So humility and submission are keys to recognizing the touch of the potter's hand. Every queen in here has to recognize the touch of the potter's hand. And we must not resist the touch of the potter's hand in our lives. But the clean vessel it was a vessel that was used often. It was used over and over and over and over again. So because it was continuously used it would get dull and it would get dirty and it would get soiled quicker than anything else. We as women we are so busy we are constantly being used. We are going here and we are going there and we are doing this and we are doing that. And because we are vessels that are constantly being used we can get soiled quickly and sometimes we don't even know that we are soiled. It's a sad thing when a vessel doesn't realize when the anointing has lifted. We keep doing the same thing over and over and over and over and over thinking we are anointed and there is no anointing there. But the clean vessel was used very often and it was designed for service. Say I'm designed for service. I'm designed to pour out. And so because we are always pouring out in the service of others we are so quick to serve. That's our nature. God has created us to serve. We always want to help somebody do something. But because we are designed to serve there can be residue or deposits that get on us that can cling to the inside inside of the vessel and the beauty of the vessel can begin to fade because it was touched by so many hands. and so there was a film that began to cover the vessel. Are there any of us today that have a film over us that covers us? God wants to get the film off today. And so after the vessel was used so many times and so after the vessel was used so many times being poured out and the Holy Spirit made reference to this yesterday the lip of the vessel began to wear away so that a steady stream could no longer be poured. And then the lip of the vessel would wear away and it would get cracked and it would get chipped because of its constant use over a period of time. Из-за слишком долгого использования в какой-то период времени. And actually after a period of time it just became a second-class vessel both in its appearance and in its service. И по своему внешнему виду и по своей службе. And so it was no longer used as a vessel of honor it was set in the back of the house so that it could just be used for anything. If you're not careful and if you don't take care of your vessel you'll find yourself sitting in the back not being used for your original intended purpose. God wants us to be used He wants us to stay clean before Him and pure before Him and He wants us to stay clean before Him so that our beauty can always remain. But there's good news. Look to your neighbor and say there's good news. Посмотри на соседку и скажи, есть хорошая новость. There's good news. Есть хорошая новость. Several times a year they would take the clean vessels they were all gathered together and they were taken back to the potter's house. Их все приносили и снова несли в дом горшечника. Somebody say I have to go back to the potter's house. Кто-нибудь скажите мне нужно вернуться в дом горшечника. I must go back to the potter's house. Мне нужно вернуться в дом горшечника. So several times a year they would gather all of those vessels together and they would take them back to the potter's house so that they could be restored. Hallelujah. So that they could be restored. And there was a four-step process that they used to restore the vessel. Somebody say it's transformation time. Кто-нибудь скажите время преображения. It's transformation time. Время преображения. And the first thing they did they would empty the vessel of all of its contents. Sometimes God will come along. Sometimes God will come along. Иногда Бог приходит and he'll just begin to empty you. И начинает тебя опустошать. He'll just begin to pull things out of you. Просто выдирать все из тебя. He'll pull things out and pull things out and pull things out. And as he's pulling things out sometimes you'll look to God and you'll say I didn't even know that was there. Иногда ты смотришь на Бога и говоришь я даже не знала что это там было. And the sad thing is everybody else can see it's there. Все остальные-то видели что оно там есть. Your friends know it's there. Твои подруги знали что оно там есть. Пастор знал что оно там есть. Вся твоя семья знала что оно там есть. Муж знал что там все это есть. Но иногда ты сама не знаешь что оно там было. И вот когда оно вылезает наружу ты думаешь Боже, какое уродство. И вот Бог начинает из нас все доставать. Второе что делали брали очень такую жесткую щетку и начинали отскребывать этот сосуд снаружи и снутри. Скребли, 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 скребли. Ouch. Этот процесс болезненный. Но необходимый. Потому что когда они отскребли сосуд внутри и снаружи тогда третье что делали начинали снова оттачивать это горлышко. Кому-нибудь рот нужно отточить. Они начинали заново формировать и оттачивать эту губу, это горлышко. Чтобы опять сосуд мог изливать правильную струю. И последнее что делали с сосудом его клали обратно в огонь чтобы был завершен процесс восстановления. Часто мы бежим от Божьего огня. Не всегда это приятно. Потому что огонь горячий и он обжигает. Но Библия мне говорит что когда берешь золото и кладешь его в огонь то оно начинает очищаться. Ты его разогреваешь и весь мусор, вся нечистота, вся грязь всплывает наверх. Тогда это снимает и снова ставит на огонь. И снова разогревает. И делаешь огонь горячим снова. И вся грязь всплывает наружу. И ты ее снимаешь. И снова в огонь. И после нескольких раз помещения на огонь появляется чистое золото. Халлелуя. О, халлелуя, кто-нибудь. У нас сокровища в глиняных сосудах. Но нам нужно проходить процесс обжига. Тело Христа настолько полно людей, которые просто уже в стрессе от ежедневного использования. В стрессе от своей обязанности жены. Халлелуя. Вы можете сказать аминь. Это все, что люди здесь. Иногда так и есть. Мы просто стрессуем в своей ежедневной жизни от того, что мы жена. Мы стрессуем от того, что мы мама. На своей работе у нас стресс. Наша ежедневная рутина загоняет нас в стресс. Что если еще раз мне придется помыть эту посуду, если еще раз придется убрать этот дом, если еще раз придется постирать все это белье, день-то день things can just really get on our nerves. Знаете, эти ежедневные вещи точно могут наступать нам на нервы. Is there anybody here like that? Ну, кто-нибудь здесь такой есть? If we have to cook one more meal, if the husband comes home one more time and says, what's for dinner? You just want to hit him. Is this true? Let's just be honest. We can get so stressed out with daily life until the vessel that we're pouring from is no longer clean. We can get an attitude about the smallest things. And how many of you know when you pour from a tainted vessel everything that's poured is tainted? Amen. Everything that's poured forth is not pure. And so our use in the service of God it can make us tainted, it can make us chipped. It can make us stressed out at the lip. You can tell when you're stressed out at the lip. Because as soon as the husband comes home and says, honey, what's for dinner? Because as soon as the husband comes home and says, honey, what's for dinner? You tell him it's not potatoes. You tell him something else. Am I the only one who's done that? I know I'm not the only one who said I don't care what you eat grab something and fix it yourself. I know I'm not the only one who said what you eat grab something and fix it yourself. Yeah. I don't care what you eat today. I'm not cooking. I'm not cooking. Oh man, we got one honest person in here. So sometimes the stress of life can make us stressed at the lip. But there's a key to our restoration. You want to know what the key is? It's worship. It's worship. Getting in the presence of God and allowing him to wash us with his word allowing him to pour his presence over us worship. Somebody say worship. Hallelujah. See, often times we sense that there's something missing in our lives and we have to go back to worship. When we don't worship, when women don't worship, we become very critical. We see everything wrong with everything. We see everything wrong with everything. Amen? Amen. We do. We get very critical. The prettiest woman in the church can walk by. And when we're stressed and we've not been in worship and we've not been in worship we'll look at her maybe this is just me. Maybe this is just me. We can look at her but I know it's not just me. We can look at her and we'll think look at her her hair doesn't even look right today. Why does she have those shoes on? Why does she have those shoes on? Why does she have those shoes on? Look at her skirt. And look at her skirt. That skirt's too tight. I'm telling the truth. I'm telling the truth. Am I not telling the truth? But we get very critical when we've not been in that place of worship. Hallelujah. And we think it's everybody else except for us. It must be the pastor. It can't be me. But we become critical. Hallelujah. All of our service must flow out of worship. It must flow out of worship. If you're not worshiping then your service will become substitute for worship. Do you hear that? If you're not worshiping then your service will become a substitute for worship. How many of you know will God will curse a substitute? But He'll bless something that you can add. So it's not either or. It's both. It's both. I have to have service and I have to have worship. And so let's talk about this process quickly and then we'll move on. I want to talk about that emptying process because we need to be emptied. The ponder would take that vessel and he would empty it of all of its contents. And so for that process to be complete nothing could remain in the vessel. And that's not a pleasant process. We often shrink back from that. And that's not a pleasant process. We often shrink back from that. God does it for our good. And we do everything that we can to hide the fact that we're empty. He sees our defenses rise up and we try to cover up the fact that we're not full and we're not running over. So we begin to cling to religious cliches. And we grab every anointed phrase so that we can try to keep the anointing. We begin to cover up. We cover up the fact that we're empty. And we begin to wear a mask. Turn to your neighbor and say, take the mask off. Take the mask off. God wants us to take the masks off so that he can begin that restoration process today. But we're empty and we're trying to be full. We have nothing to offer. So God needs to fill us. He needs to restore us. So we have to take the mask off. Then comes the scraping. And then comes the scraping. Comes the scraping. That most unpleasant process. That most unpleasant process. He begins raking us and raking and shaping us. And he gets us free from the residue. And he gets us free from the residue. How many have you ever been scraped? God's taking his brush. And he begins to brush and brush and brush and brush and brush and scrape and scrape and scrape and scrape and scrape. And he's getting all the residue off. And he's getting all of the film that clings to the outside of us. And so we're being purged. Through our filing and through our scraping and through the sanding. And we have to learn to accept the inner filing that's going on on the inside of us. And we have to stay humble before the Lord. Because the Word of God tells us before honor comes humility. Some of us want the honor. We all want the honor. We should all want the honor. Да так и нужно нам всем хотеть честь. Но перед честью приходит смирение. Мне нужно смириться в этом процессе отскребывания. В этом процессе натирания. Чтобы Бог мог восстановить меня и снять с меня весь этот налет, всю эту пленку. И вот он нас начинает оттачивать, чтобы мы могли расти. И, знаете, часто мы пытаемся этот процесс объяснить. Кто-нибудь тебя спрашивает, что с тобой не так? И мы пытаемся найти объяснение тому, что с нами не так. Этот процесс в объяснениях не нуждается. Он нуждается в покаянии. Нам нужно покаяние просто. Нам нужно просто начинать каяться перед Богом. Чтобы все привести в правильный порядок. И поэтому нам нужно принимать дисциплину, дисциплинирование. И иногда просто помалкивать. Потому что сказать тебе в этот момент на самом деле нечего. Просто принимать это дисциплинирование и молчать. А нам нравится поговорить. Но иногда Бог говорит, просто помолчи. Просто помолчи. Ничего не говори. Просто позволь мне проводить этот процесс. Бог внутри многих из нас полирует. Чтобы наша корона могла сиять ярко. Чтобы мы могли с гордостью носить наши короны. Чтобы мы могли носить корону на высоко поднятой голове. Халлелуя. Халлелуя. Мы царицы. И поэтому корона должна сиять. Корона должна сиять. Но для этого требуется процесс. И третье, что делали, восстанавливали это горлышко. Чтобы мы могли изливаться правильно. И потому что сосуд так много использовался. Горлышко расширялось и расширялось. Поэтому нужно наши горлышки, наши уста привести в порядок. Бог так милостиво сделал это вчера. Вчера Бог своим духом так милостиво это делал. И как мне это милостиво сказать? Вот теперь на соседку не смотрите. Кто из вас знает? Кто из вас знает женщину с большим ртом? Хорошо. Когда у тебя большой рот, это знак, что горлышко нужно привести в порядок у сосуда. Халлелуя. Мне удалось это по-доброму сказать? Вы представили себе картинку? У нас бывает большой широко раскрытый рот. И вот такой женщине нужно привести это отверстие в порядок. Халлелуя. Так что Бог начинает уделять внимание нашему большому рту. Я могу это говорить, потому что сама женщина. Если бы мужчина сюда пришел и сказал, что у вас широко раскрытый рот, вы бы оскорбились. Но некоторые из нас знают, что у вас рот раскрытый рот. Поэтому Бог начинает уделять внимание нашему рту. Слово Божие говорит, что жизнь и смерть во власти языка. Ты можешь что-то благословить. Или что-то проклясть своими устами. Пастор Ольга нас вчера учила, что нам нужно думать, о чем мы думаем. И не нужно говорить всего, что приходит на ум. Нужно поставить охрану на уста. Потому что своими устами мы можем сменить всю атмосферу. И мы должны заниматься делом смены атмосферы для Царства Божьего нашими устами. Халлелуя. Халлелуя. Мы должны менять атмосферу. Пользу Царства Божьего тем, что мы говорим. Мы удивляемся, почему столько неправильного у нас в семье, в доме. Это потому, что мы выслали кое-что нашими устами. Мы говорили слова, которые теперь висят в атмосфере и работают против нас. И мы, как женщины, должны быть очень осторожны с тем, что мы говорим. Мы должны быть очень осторожны с тем, что мы говорим нашим детям. Что мы говорим над нашими, провозглашаем над мужьями. Что мы провозглашаем над нашим домом. Поэтому наши уста должны быть приведены в порядок, чтобы мы говорили живое Слово Божье. Кто-нибудь скажите «Аминь». Нам нужно говорить живое Слово Божье. Так что наши уста должны быть приведены в порядок. Кто-нибудь скажите, Бог исправь мои уста. Чтобы я могла говорить правильные вещи. Чтобы я могла говорить здоровые вещи. Чтобы благословения Божьи пребывали в моем доме. Чтобы благословения Божьи пребывали в моей церкви. Нам нужно говорить живое Слово Божье. Слово Божье говорит, разве слово мое не как молот, который сокрушает скалы? Когда я начал говорить Слово Божье, оно начинает разрушать какие-то вещи. Как молот, оно начинает разрушать определенные вещи. Если есть твердыни в твоем доме, тебе нужно начать высвобождать Слово Божье. Чтобы оно могло разрушить некоторые вещи в атмосфере. Используй свои уста для правильных вещей. Используй свои уста, чтобы созидать, а не разрушать. Итак, Бог начинает приводить в порядок наши уста. Чтобы направление нашего языка было правильным. Аллилуйя. 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 That's a big one with us. It's a big one with us women. God has a process for correcting us there. И у Бога есть процесс, чтобы нас в этом исправить. The Word of God tells us there's a time to speak and a time to be quiet. Слово Божье говорит, есть время говорить и время молчать. Unfortunately, most of us don't know when to be quiet. К сожалению, большинство из нас не знают, когда молчать. Amen. We just don't know when to zip it. Мы иногда просто не знаем, когда закрыться на молнию. So part of that restoration process is God fixing the lip of the vessel. Так что часть этого процесса восстановления, это когда Бог исправляет это отверстие сосуда. How many of you know it takes more power to keep quiet than it does to speak? Кто из вас знает, что гораздо больше сил требуется, чтобы промолчать, тем, чтобы сказать? Amen. So God will reset our lips. And the fourth step, He would put us in the fire. И четвертый шаг, Он поместит нас в огонь. He would put us in the fire. Поместит нас в огонь. Somebody say, put me in the fire, God. Put me in the fire, God. Помести меня в огонь, Господь. Когда мы подходим ближе к огню, мы начинаем упираться каблуками. Not the fire, God. Anything but the fire, God. Anything but the fire, God. No, not the fire, God. Нет, не огонь, Господь. We back away from the fire. Мы отскакиваем от огня. We dig our heels in. И упираемся каблуками. Okay, God, you've emptied me. God, you've emptied me. You filed me. You reset my lip. That's enough. That's enough. No more, God. And we stop at that process. And our crown remains tarnished. Hallelujah. God wants to complete the process and take us through the fire. God, I'll do anything. Just don't put me in the fire. Amen. We're like that. Just don't put me in the fire. No, God says, Can I do with you what I want? Didn't you say, God, use me? Didn't you submit to me and say, Okay, God. Makes me do whatever it takes. Do whatever is necessary. So God's saying, in the fire you go. In the fire you go. Hallelujah. That's not a good feeling when you're in the fire. It hurts. It's a painful process. But it's a necessary process. Hallelujah. Hallelujah. But when it's complete, the vessel is restored. Sosud восстановлен. Back to a vessel of honor. Опять он сosud в чести. Back to its rightful place. Опять на своем правомочном месте. So that God can get the glory. Чтобы Бог мог получить славу. And it's ready again for the life-giving process для процесса даяния жизни. Процесса изливания. How many of you are ready to pour out? Кто из вас готов изливать? See, when we go through that process, it's so painful. Так больно. But I want you to open your Bibles to the book of James and this is where the rejoicing part comes in. But I want you to open the book of Iacobo and here is the part of the book of Iacobo. We've been fired. We've been shaped. We've been fired. We've been fired. And sometimes we think we're never going to get through that process. But in getting to that process, James chapter 1 and verse 2, it says, count it all joy. Count it all joy. God, I'm going through the process and I'm going to count it a joy that I'm going through. Count it all joy. Count it all joy that I can go through this process that you're taking me through, that you're making me and that you're shaping me, that you're molding me, I'm going to count it all joy. It's not a pleasant process. So when are we supposed to begin to count it all joy? We count it all joy when we're in the middle of the fight. Some of you will be in the fight of your life in this process. You will be in the fight of all fights. You will be in the fight of all fights. And the Bible says, when you're in the middle of that fight, that you just need to begin to rejoice. And thank God that you're on the potter's wheel. And thank God that you're on the potter's wheel. God's going to have a completed work. God's going to have a completed work. So in the middle of that, when I'm between the promise and I'm between the manifestation of the promise, I'm going to count it all joy. I'm going to keep my confession right. I'm going to say the right thing. I'm going to act right. I'm going to walk right. I'm going to talk right. And I'm going to begin to rejoice because there's a payday that's on the way. How many of you know payday is coming? Payday is not always on the first, the fifteenth or the thirtieth. But God has a payday and he says, if you'll hang in there, if you'll stay in the fire, payday is coming. How many of you know God pays well? God pays well. Look to your neighbor and say, hang in there, payday is coming. God has a great payday for you. So don't give up. Don't give up and don't draw back because payday is coming. But before payday comes, we need to begin to rejoice. We can rejoice at the fact that God has a payday for us. Hallelujah. We don't give up. We get happy when we know that there's going to be a deposit in the bank on the first or the thirtieth. Вы знаете, мы радуемся заранее, когда знаем, что на наш банковский счет капнет депозит первого или тридцатого. We look forward to the fact that there's going to be a deposit on our account. Мы уже ожидаем заранее, что будет вклад положен на наш счет. But I'm telling you today that God has a deposit that he wants to credit to your account. Что у Бога есть тоже вклад, который хочет положить на твой счет. So don't give up. Payday is coming. Не сдавайся, день зарплаты грядет. Hallelujah. 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 But before payday comes, while you're waiting on payday, my Bible says that the joy of the Lord is your strength. And my Bible says that if you want joy, you have to leap for it. So I have to rejoice. I have to get in that place of joy. I have to stay in that place of faith. I have to keep the switch of faith turned on because payday is coming. Hallelujah. 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 Glory to God. So we have to rejoice. We can't give up. There's too much that's depending on us. Oh my, there's too much that's depending upon you as a woman of God. There's too much that's depending upon you as a queen. There's too much at stake here. You can't afford to give up. You have to stay in the process and you have to go through. You have to stay in the process and you have to go through. Patience. We have to be very patient. Because patience takes some time. It takes time. See, often we want things and we want them now. We're that way in America. We are that way in America. We want things and we want them fast. We go through the drive-thru and pick up our hamburger and we want to be out of there. And God help us if we have to go to a restaurant and wait. We get so impatient when we have to wait for something. But God says if you'll be patient and if you'll be joyful and if you'll rejoice while you're waiting you'll see the manifestation of the thing that you've been waiting for. so he tells us to rejoice so he tells us to rejoice so between the promise I have to put a smile on my face and I have to rejoice because I know God is going to come through. Hallelujah! God's given me a promise I might have to wait a year I might have to wait two years I might have to wait five years I might have to wait ten years but in the midst of my waiting I'm going to rejoice and be exceedingly glad because my payday is coming потому что мой день оплаты приходит Hallelujah! Somebody shout Hallelujah! Somebody shout Hallelujah! My payday is coming Hallelujah! So he says to count it all joy count it all joy when you're in the midst of trouble and when you're in the midst of trial I told the service this morning that you just have to count so you look at your husband and you say one joy you look at your kids two joy you look at your church three joy you look at your bank account four joy you look at your health five joy so you count it all joy so it's one joy two joy three joy four joy five joy six joy I'm counting it all joy because I know that through patience I'll obtain the blessing Hallelujah! There's a reason why we have to count it all joy because the joy of the Lord is my strength Hallelujah! the joy of the Lord is my strength when you get depressed and you begin to hang your head down it saps you of your energy it takes all of your energy it drains you of your energy but when I smile and when I rejoice the devil doesn't know what I'm smiling about everything may be wrong and he'll wonder what is wrong with her and he'll wonder what is she smiling about what is she smiling about her husband's acting crazy the kids are acting crazy she doesn't have any money but I'm just smiling and I never let the devil know that he's got the upper hand and the reason I don't let him know he has the upper hand is because he never has the upper hand we have a saying that says it ain't over till the fat lady sings it's not over until the fat lady sings her song I tell you what sometimes the fat lady just has to open her voice open up her mouth and just begin to sing you know it's not over I'm telling you today it's not over until God says it's over God has the last say so the devil never has the last say so you might be down but you're not out God has the last say so concerning you so I'm gonna rejoice I'm gonna lift up my head I'm gonna begin to shout I'm gonna begin to rejoice I'm gonna begin to dance because God has the last say so we're up to the sun hallelujah hallelujah praise the Lord so we need to begin to rejoice we need to begin to rejoice and put a smile on our face because God God is gonna begin to deliver some things to you he's gonna begin to deliver some things to you there's a delivery here for you tonight oh my there's a delivery in the realm of the spirit for you tonight hallelujah God wants to deliver those things that you've been waiting for if you'll just rejoice he says it's time to stop praying oh my here's a word from the Lord it's time to stop praying about it it's time to just begin to rejoice it's time to just begin to rejoice hallelujah hallelujah it's time to begin to rejoice he wants to release some things to you tonight he said stop praying and stop crying stop the warfare prayers just begin to rejoice and he's gonna begin to deliver some things to you tonight hallelujah glory to Jesus stand to your feet stand to your feet we're gonna begin to rejoice tonight it's time to rejoice hallelujah it's time to throw your head back it's time to throw your shoulders back I tell you what if you're like me and you need to take your shoes off it's time to take them off because we're gonna dance before the Lord it's time to let nothing hinder you it's time to let nothing hold you back it's time for you to get your stuff I want everybody in here to say give me my stuff give me my stuff I'm coming to take my stuff back I'm coming to take my stuff back it's time to rejoice we're gonna get our stuff back from the kingdom of darkness the enemy's held our stuff for way too long he's held our children in bondage for far too long you need to get loose tonight yes oh there's an atmosphere that's ready for you to take your stuff where you're ready for you to take your stuff hallelujah somebody shout hallelujah I'm gonna rejoice yes God yes hallelujah it's time to take your stuff come on let's crank it up let's get going let's take our stuff let's go and take our stuff hallelujah hallelujah some of you your health has been held back for way too long it's time to rejoice and take your stuff hallelujah 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 let's get with it yeah hey yeah hallelujah 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 Он заключил с тобою свой завет, Всем могущий Бог, Он наш Отец. Большая радость, бедный сон Его, Будем славить Бога Своего. Он заключил с тобою свой завет, Всем могущий Бог, Он наш Отец. Господь царствует, Словом держит все, Потому вселенная ты да. Господь царствует, Словом держит все, Потому вселенная ты да. Господь царствует, снова дешит все, потому свет на их ряда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok